День Города Сегодня 1 декабря, всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые чуму 20 века обозначили в 1988 году день, учрежден с целью повышения осведомленности об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, так же как день памяти жертв этого заболевания. Как с этим дело обстоит сейчас в нашем следующем материале. СПИД это конечная стадия вируса иммунодефицита человека, когда иммунитет уже снижен настолько, что появляется рад других заболеваний. В целом от момента инфицирования ВИЧ до стадии СПИДа может пройти от 9 до 11 лет. А без должного лечения продолжительность жизни инфицированного человека составляет всего 19 месяцев. И это еще усредненный показатель. Внешне даже больше никак это не проявляется абсолютно. И то, что ты болен, можно только узнать, сдав кровь у нас в диспансере и вообще в любом медицинском учреждении. Это акция, не акция даже, акция это что-то такое эксклюзивное. Это процедура бесплатная. Пожалуйста, приходите, обследуйте, все сдавайте, знайте свой ВИЧ-статус. Игорь Мартынов рассказал, что есть три способа передачи ВИЧ. Это незащищенный половой контакт с инфицированным, употребление наркотиков внутривенно, когда попадает инфицированная кровь от одного человека к другому. Третий путь называется вертикальным. Это когда ВИЧ-положительная беременная женщина, не пройдя должной терапии, рожает ребенка. Шанс передачи ВИЧ без терапии от 20 до 40 процентов. С терапией полтора процента и меньше. Других путей передачи инфекции, вроде рукопожатия или воздушно-капельного пути, нет, заверил Игорь Мартынов. ВИЧ не приговор, потому что в настоящее время, уже более 10 лет, есть препараты, есть лекарства, большое количество этих препаратов, которые назначаются, обычно назначаются три препарата. Сейчас, в общем-то, в некоторых случаях даже биотерапия, то есть схема из двух препаратов, которые позволяют продлить жизнь ВИЧ-инфицированную, не только продлить жизнь. То есть это не то, что там как-то выживает, а полноценную жизнь, качество жизни не страдает. Ну, практически на том, что они живут столько же, сколько и человек, который не страдает в ВИЧ-инфицированных. Количество ВИЧ-инфицированных в Рязани и области сейчас вышло на плата. За 10 месяцев этого года заразилось 175 человек. Цифра прошлого года практически такая же. Задача, которая стоит перед Рязанским центром профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями, простая. Предотвратить распространение. О профилактике ВИЧ, способах распространения и необходимом исследовании наша съемочная группа поговорила с Игорем Мартыновым, заведующим Рязанским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, в рамках передачи «Городские встречи». Премьера совсем скоро. Сумма неналоговых поступлений в региональный бюджет, то есть за счет управления госимуществом, в этом году выросла втрое, уже перевалила за 730 миллионов рублей. Такие цифры прозвучали на заседании правительства. И вроде бы в пору говорить о прорыве, но не все так однозначно. Рекордный доход от управления госимуществом – результат продажи акций компании «Рязанский свинокомплекс». 690 из 730 с лишним миллионов прибыли – это как раз по этой сделке. При этом объектов незавершенного строительства стало в области больше. Лидер – Рыбновский район. Здесь у недостроя 10 позиций. Постоянно 1 августа 2022 года на балансе исполненных органов, подведенных им государственных учреждений и муниципальных образований находилось 294 объекта незавершенного строительства. Суммарно стоимость этого имущества превысила 5,4 миллиарда рублей. Были доработаны рекомендации по обстоятельности на принятие управленческих решений в отношении таких объектов капитального строительства, которые были направлены в органы власти и муниципальное образование. Исполнительным органам, органам местного управления необходимо принять управленческие решения по указанным объектам до конца текущего года. Если к этому добавить сумму поступления от сдачи госимущества в аренду, которая фактически не меняется уже второй год, то петь дифирамбы минимуществу в целом желание отпадает. Это, кстати, губернатор понимает отчетливо, и он тоже комментировал эти цифры с ухо. Задача у вас действительно важная. Много еще, надо честно признать, предстоит здесь усовершенствовать. И законодательство федеральное сейчас меняется вам в помощь, и для того, чтобы более эффективно можно было работать. Понятно, что задача минимущества – увеличение налоговой базы. Пока что и здесь все более чем скромно. Из реестра почти в три сотни ранее неучтенных объектов недвижимости установить право обладателя пока удалось лишь у 15% объектов. Выявлять остальных будут аж до 27-го года. Впрочем, для того, чтобы развернуться, сфера деятельности у минимущества тоже есть. Это земли сельхозназначения. Рязанская область по урожайности ставит рекорд за рекордом. Площади посева растут, а значит, точка роста для повышения налоговой базы здесь самая очевидная. Рост тарифов в ЖКХ, хамамы в квартирах и количество услуг на сайте госуслуги – это только часть главных изменений в декабре. Хотите знать больше? Смотрите наш следующий материал. Тарифы на коммунальные услуги по всей России внепланово повысились в 2022 году. Это происходит во второй раз. Первый – планово, в июле. После второго декабрьского власти обещают не заниматься повышениями тарифов два года. То есть до лета 2024-го. В Минэкономразвитии РФ сообщили, что предельный уровень тарифов по стране не превысит 9%. Однако окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе примут местные власти. Контролировать их будет ФАС. В Рязани плата за электричество, отопление, горячую и холодную воду и водоотведение увеличится на 9%, вывоз ТКО – на 11%, а газоснабжение – на 8,5%. Все полисы ОМС переводят в электронный вид. Теперь получать медпомощь в поликлиниках или больницах пациенты смогут по индивидуальному штрих-коду, без предъявления бумажного документа. Электронный полис будет формироваться либо автоматически, например, при рождении ребенка, либо по заявлению, а также на основании информации от госорганов, в том числе отделений ЗАГС. Менять бумажный полис на электронный не нужно. Сведения переносятся автоматически. С сегодняшнего дня можно встать на учет в налоговом органе с помощью портала госуслуги. Для этого понадобится электронная подпись. Новые изменения дают возможность подать заявление и получить свидетельство без посещения налоговой инспекции. Кроме того, расширяется перечень государственных услуг, которые можно получить с помощью портала. В их числе ряд пособий на детей, техосмотр самоходных машин, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение лицензий и разрешений. С 17 декабря у Федеральной службы судебных приставов России появится возможность в автоматическом режиме запрашивать данные об имущественном положении должников у налоговых органов и других организаций. Этот закон поможет своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства. Запрашиваемую информацию должны будут предоставить ФССП России в течение трех дней, вместо семи, как это было раньше. С 1 декабря в квартирах многоэтажек можно устанавливать индивидуальные мини-сауны, хамамы и инфракрасные кабины. Соответствующие изменения внесены в приказ МЧС России, систему противопожарной защиты, ограничение распространения пожара на объектах защиты, требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Но при этом оборудовать в квартирах полноценные бани и сауны по-прежнему будет запрещено. И о новогоднем отдыхе. В этом году 31 декабря приходится на субботу. Новогодние же нерабочие дни продлятся по 8 января. Выходные с 1 и 8 января, которые придутся на воскресенье, переносятся на 24 февраля и 8 мая 2023 года соответственно. Благодаря этим переносам в феврале и мае россияне будут отдыхать сразу 4 дня. С 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая. Рязанец предстанет перед судом по обвинению в совершении экономических преступлений. Подозревает его фактически захвате управления коммерческой организацией. Подробности далее. Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области поделился подробностями расследования любопытного уголовного дела. На преступление потянуло 75-летнего дедушку. Обвиняют его ни много ни мало в подделке решения общего собрания участников коммерческой организации и фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. По версии следствия в декабре позапрошлого года обвиняемый был учредителем одной из коммерческих организаций региона. Название в интересах следствия не фигурирует. Известно лишь, что занималась эта организация оптовой торговлей моторным топливом. Что побудило пенсионера путем подлога назначить себя на должность генерального директора следствию еще предстоит выяснить. На основании указанного протокола были внесены изменения в единый государственный реестр юридических лиц. Таким образом, обвиняемый совершил незаконный захват управления в коммерческой организации, получив возможность распоряжения ее имуществом и денежными средствами. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по каждому преступлению – до двух лет лишения свободы. Спонсором ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажи «Икра и рыбы Камчатска». Вкусные свежие морепродукты к вашему столу. До 3 декабря можно приобрести у торгового центра «Премьер». Традиционный турнир по спортивным танцам «Зимняя карусель-2022» собрал во Дворце детского творчества более 300 пар из Центрального региона России. Праздник получился. Турнир, организованный Дворцом детского творчества, давно уже стал визитной карточкой Рязанской области. Традиционно в нем участвуют сильнейшие пары из 11 танцевальных клубов Владимира, Коломны, Нарафаминска, Чехова, Рязани, которая, к слову, впервые принимала соревнования такого уровня после пандемии. Организаторы турнира спортивного танца – руководители клуба «Солнечные ритмы», Дворца детского творчества Андрей Шматов и Игорь Турчанов. Удалось собрать достаточное количество пар, что очень важно для соревнований, которые представляют и наш город, танцевальные и спортивные клубы Рязани, и танцевальные и спортивные клубы других городов. Хотелось бы, чтобы все сложилось, чтобы все склеилось, чтобы не было никаких у нас подводных камней. Зимняя карусель 2022 проходила по двум направлениям. В первом, где выступило более 170 пар, объединились начинающие и совсем юные спортсмены. В номинации же «Спорт высших достижений» уже танцевали профи. Программа турнира включала в себя европейские и латиноамериканские танцы. Я занимаюсь уже примерно лет пять бальными танцами. Мне это очень нравится. Во-первых, это помогает раскрыться. Это очень такой спортивный вид, очень тяжелый, но не менее женственный и красивый. Латиноамериканские ритмы буквально зажгли Рязань в этот вечер. Венский вальс сменял зажигательный пасадобль, дали джаев, ча-ча-ча. Зрители подчас не могли устоять на месте и даже слегка пританцовывали. Рязанские пары прибавляют. То, что я видел там, скажем, последние восемь, может быть, десять лет назад. Это, несомненно, другое совершенно качество, другое совершенно визуальное восприятие пар. Поэтому я бы оценил достаточно высоко и прогрессировать – это самое главное. Зимняя карусель 2022 стала по-настоящему ярким предновогодним праздником. А Рязанский дворец детского творчества – отличным местом для его проведения. Тем более, что у рязанцев большое количество грамот и наград. Сюжет подготовлен по материалам городского школьного телевидения «Марс ТВ» специально для телекомпании «Город». И в продолжении танцевальная тема. Ансамбль «Русские узоры» знаком в Рязани даже тем, кто от народной музыки далек. Коллектив детский, но это не помешало ему стать лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей. Если открыть список регалий коллектива, голова может закружиться. Он покорял и продолжает покорять всероссийские и международные конкурсы и фестивали. На днях коллектив вернулся с конкурса «Роза ветров» и уже в эти выходные снова отправляется на конкурс. Мы стараемся сохранить наши корни, наши традиции и передать нашим детям. Потому что вот уже в течение 35 лет на сцену выводим детей, которые передают нашу культуру. Наши песни несут их в зал людям, зрителям. Им это очень нравится, потому что мы нашли определенную форму свою подачи народной песни. Ансамбль «Русские узоры» – это красота хороводов и плясок, разноцветия костюмов и прекрасные мелодии нашей Родины. «Русские узоры» дают нам возможность понять, услышать и увидеть красоту народной песни. В ансамбле «Русские узоры» занимается более 80 детей в возрасте от 5 до 16 лет. И это не просто кружок. Это 7-летняя школа, по окончании которой каждый получает диплом. Бессменные педагоги Вячеслав и Надежда Кузнецова и хореографы коллектива Светлана и Геннадий Киселевы своим личным отношением к народной культуре и русской песне воспитали уже не одно поколение в любви к традициям. Любите народную песню, пойте ее, потому что на сегодняшний день многие забыли, что это такое. Если раньше мы пели, наши родители, бабушки, дедушки собирались с большими семьями за столом, пели народные песни застольные, то сегодня, конечно, это уже немного ушло. Но вот мы со сцены стараемся через детей сохранить эту культуру и, наверное, через них и передать будущее поколение, сохранив нашу народную русскую песню. В апреле 23-го года коллектив отметит 35-летний юбилей. Погрузиться в мир народной культуры может каждый, ведь обещают, что юбилейный концерт пройдет с размахом. На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 28 ноября по 3 декабря. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова